Я только что понял, что у нас самая большая финансовая служба. И что это есть над чем работать с точки зрения эффективности. Да, коллеги. Ну, прежде чем рассказать про кейсы, я вспомнил анекдот, который чем-то характеризует командную работу. Анекдот достаточно короткий, но, в принципе, про жизнь. Ну, всем давно известно, что 80% работы делается 20% сотрудников. Но вот недавние опросы показали, что 80% респондентов относят себя к этим 20% сотрудников. Вот, теперь я хотел бы проговорить про командную работу, про то, как я, вот, с точки зрения своего опыта, постигал, что все-таки такое командная работа. Начал бы с примера на прошлом месте работы, это первая грузовая компания. Когда я туда пришел, компания до этого принадлежала Российским Железным Дорогам. Но это, наверное, никак не уложило отпечаток на команду. Но, что я заметил, что все финансовые подразделения с друг другом общались исключительно через финансового директора и исключительно с служебными записками. То есть, ко мне начали в первый же день сваливаться с служебной записки. Прошу дать поручение этому подразделению сделать то-то. Я сначала не понял, что происходит. Но я говорю, ребят, возьмите, позвоните друг другу, договоритесь, как вы это сделаете. Эта штука не работала. Но первое, что я сделал, это запретил писать служебные записки. Но, честно говоря, в итоге получилось, как в другом анекдоте, когда на стройке запретили ругаться матом, и стройка встала. В итоге пришлось, как первая мысль, чтобы все начали работать, что нужно сделать. Давайте делать командное образование. Это значит ходить на ужины, собираться по разным поводам вместе, праздновать различные дни рождения. Выяснилось, что в принципе команда есть. Все хорошо очень отмечали дни рождения, друг с другом ладили на всех этусовках. Но когда дело доходило до работы, мотивация у команды не очень складывалась. И причина была, оказывается, в том, что если команда состоит из людей, которые по-разному понимают свои задачи с точки зрения общей задачи, с точки зрения того, как надо вкладываться, или просто не обладают должным профессионализмом, то это сильно демотивирует всех остальных. То есть если кто-то выкладывается, то приняли решение переделать бюджет за одну неделю. Ну хорошо, все впряглись. То есть если какое-то подразделение, которое обещало доделать свои слайды, вот у нас институционщики, где мы отличались, они эти слайды не приносят вовремя, или приносят такие, что их в принципе ставить некуда, то это сильно демотивирует команду, и команда не получается. Основной вывод, который я сделал из этого кейса, это то, что пока команда не состоит из профессионалов своего дела, то есть когда каждый игрок на своем месте не отвечает за свою поляну, то можно долго делать команду образования, команда не получится. Потому что перформанс плохих игроков всегда будет демотивировать тех, кто реально вкладывается. Ну в итоге у меня где-то полгода заняло разобраться с компетенциями сотрудника, с кем-то, у кого-то удалось их развить, с кем-то пришлось расстаться. Следующая задачка стала, как эту команду немножко поставить на другие рельсы. Была модная тема – это клиентоориентированность. Мы решили сделать нас клиентоориентированными, то есть самих себя переломить, перебороть. Ну почему перебороть? Потому что финансы – это подразделение, которое стоит на страже денег. Это задача финансов не заработать деньги, задача финансов – деньги не потерять. Но это своего рода вырабатывает менталитет, когда задача, например, не дать заключить контракт, который кажется немножко странным. Что в этом контракте, зачем он нужен, мы потом разберемся, но все странно, лучше его не заключать. Это вот бухгалтерия и так любит. Или, например, не дать отсрочку платежа. Вроде нормальный клиент, но формально отсрочка платежа – это нехорошо, давайте лучше ее не дадим, так надежнее будет. Деньги не потеряем. И вот с такой ментальностью, конечно, очень тяжело было перебороть самих себя и заставить быть клиентоориентированным, но при этом все почему-то считали себя максимально клиентоориентированным. И когда говоришь, ну, ребят, давайте все-таки посмотрим, насколько мы можем быть лучше для бизнеса, чтобы бизнес не считал нас врагами. Все говорят, да мы клиентоориентированы. Ну, тогда я предложил, давайте сделаем простой опрос. Вот есть манки Сева, и когда можно загрузить вопросы, мы сами их составим, отдадим бизнес, пусть они анонимно ответят, насколько мы клиентоориентированным, не клиентоориентированным. И все согласились, самое интересное. Я потом уже понял, почему все согласились, потому что все считали, что проиграет бухгалтерия. Потому что она всегда на страже контрактов, она ничего не дает заключать. Бухгалтерия проиграет. Все написали вопросы, ждали результатов, получали результаты, выяснил, что бухгалтерия выиграла. Оказалось, что бухгалтерия, оказывается, самая клиентоориентированная наша компания была. Если я видела какие-то проблемы с договором, она всегда приглашала, рассказала, как можно сделать по-другому, предлагала варианты. И это таким образом замотивировало всех остальных, что когда перформанс, когда результаты каждого отдельного члена команды стали видны другим, и то, что вроде как был общий посыл стать клиентоориентированным, более настроенным на бизнес, и когда это стало очевидно, что кто из членов команды не дотягивает до общей цели, это очень сильно сподвигло на то, чтобы улучшить свою работу в подразделениях первой грузовой компании. И мы договорились, что через 6 месяцев пройдем аналогичный опрос, опять анонимно опросим наших контрагентов и посмотрим на результаты. Результаты действительно были впечатляющие. Резко улучшилось. И второй вывод, который я сделал для себя, это то, что когда в команде есть прозрачность, прозрачность деятельности каждого сотрудника, каждого члена команды, чем он занимается, как он помогает другим двигаться к общей цели, это сильно мотивирует всех остальных, ну и соответственно самих членов команды. Ну а третий тезис, который я, наверное, хотел бы, с которым хотел бы поделиться, это, наверное, немножко про будущее. Да, у нас достаточно большая финансовая служба, это 700 человек, но при этом большая часть, больше половины – это общий центр обслуживания. То есть это, соответственно, объединенные бухгалтерии, которые обслуживают компании, группы, их больше сотни, поэтому там, в принципе, есть что делать. Но при этом я хотел бы обратить внимание на то, что отцо, вот наш отцо, оно с каждым годом все растет больше и больше. То есть у доли сотрудников, которые не входят от отца, она уменьшается. И, в принципе, это нормальный тренд, когда сотрудники, вместо того, чтобы перелопачивать данные, то есть делать какие-то транзакционные вещи, они начинают, соответственно, работать непосредственно с данными, которые уже загружены в систему. То есть анализировать данные, делать выводы, принимать какие-то решения. И это означает то, что вот эта доля, так как я уже говорил, доля сотрудников, которые будут анализировать данные, она будет становиться все меньше и меньше. Но требования к тем сотрудникам, которые будут как раз составлять это меньшинство, они будут совершенно другие. Уже ни с кого не будут спрашивать за качество данных, за то, правильно ли цифра стоит в презентации, или там, успел ли ты подготовить бюджет, потому что, в принципе, бюджет уже, его можно спокойно формировать автоматически, если есть все данные загружены в системе. А таких сотрудников будут спрашивать, прежде всего, за глубину анализа, то есть за понимание бизнеса, и за те действия, которые бизнес в итоге предпринял на основании этого анализа. То есть как вот эти данные перевернуть непосредственно в действие. А это, мне кажется, придет к тому, что, с одной стороны, традиционная карьера в финансах, она немножко будет выглядеть по-другому. Это, может быть, даже и в финансах перестанут работать такие вот карьерные финансисты, которые вот снизу поднялись до как раз вот этих вот бизнес-аналитиков, бизнес-партнеров. А в финансы вообще будут приходить люди из других областей, например, консультанты из McKinsey, BCG, которые понимают очень хорошо бизнес, прежде всего, бизнес-операции, и потом знают, что делать с данными, как эти данные транслировать в непосредственные действия. А второе – это то, что нам всем предстоит, как мне кажется, это то, что вот мотивировать таких людей, потому что если человек, он сам по себе пытливый, он проактивен, ему требуется постоянно работа мозга для того, чтобы постигать новые и новые кейсы, то мотивировать таких людей будет достаточно сложно. То есть для каждого сотрудника надо будет находить такой персональный подход. И, например, наша компания для таких сотрудников, ну мы тоже таких сотрудников видим, у нас такие сотрудники есть, достаточно много есть, мы разработали систему проектов. Вот у нас по каждому руководителю есть набор проектов, которые они должны реализовать, и что важно, что эти проекты не для галочки делаются, а эти все проекты, они востребованы компанией. Все те проекты, которые выполняются, успешно выполняются, они потом реализуются непосредственно в деятельности компании, и не имеют непосредственно отражения в финансовых результатах. И что очень важно, что успешные проекты, которые реализовывали сотрудники, они транслируются, в том числе и в определенные карьерные перспективы. Ну, например, на прошлой неделе мы разбирали кейс, вот один сотрудник, он занимался внедрением САП-BPC, мы им внедрили на всей группе компаний САП-BPC, и встал вопрос вообще о том, что ему делать дальше. Он был просто руководителем проекта, он не занимал руководящую должность, и в итоге компания ему предложила возглавить целое направление финансов, которое связано с роботизацией и автоматизацией. То есть он сейчас будет отвечать за всю финансовую функцию с точки зрения внедрения новых идей, те, которые существуют в цифровой экономике. И, в принципе, этот сотрудник, он выкрасивался как раз именно в рамках этих проектов. Более того, у нас очень многие назначения делаются кросс-функционально. Например, сотрудница, которая была руководителем контролинга, она сейчас возглавила блок по операционной эффективности, который, в принципе, в рамках контролинга и вырастила. Или рисками управляет человек, который до этого работал в корпоративных финансах. Поэтому предоставление возможностей сотрудникам, которые обладают яркими знаниями, яркими аналитическими способностями, хорошими межличностными навыками, мне кажется, в будущем будет достаточно большим челленджем для финансистов. Потому что в моем понятии CFO через 5 лет, я не знаю, будет он называться CFO или как-то по-другому, может, кстати, по-другому, он как раз будет окружен вот такими людьми. Потому что все транзакционные вещи, которые сейчас делаются в рамках финансов, в рамках отцо, они, в моем понимании, через 5 лет вообще уйдут. Отцо, отцо – это, в принципе, по секрету скажу, это между нами, это, в принципе, будущие профессии, которые просто вымрут. Потому что все сейчас сводится до достаточно рутинных, одноходовых операций, которые, в принципе, легко автоматизировать с развитием ERP-систем. Поэтому я всем нам предлагаю еще подумать на предмет того, чем мы будем заниматься через 5 лет и вообще захотим ли мы детей отдать в финансовый ВУЗ, если они еще будут существовать к тому моменту. Ну и вот как раз хотел бы подчеркнуть, что третья моя мысль на тему мотивации – то, что, конечно, мотивация в рамках финансового блока станет достаточно такой важной проблемой, когда к нам придут совершенно другого формата люди, которыми надо будет как-то ладить. Спасибо, Сергей. Да, я уже понял, что у нас уже, во-первых, надо оставить темы для других панельных наших выступающих, во-вторых, это уже триллер такой, значит, об исчезающих профессиях. Тем более, я знаю, у нас есть в зале представители компаний, которые продают услуги shared services. Что-то мне подсказывает, что, во-первых, CFO будет называться CFO. Во всяком случае, моя практика подсказывает, что компании очень консервативны в том смысле, чтобы называться по-другому, как минимум первое лицо в области финансов. Безусловно, это, скажем так, наполнение этой должности, оно будет меняться. Мы можем это продолжить, но я боюсь, нам не хватит выделенного времени. Ольга. Я очень коротко хотела нашу аудиторию успокоить, что если все здесь присутствующие финансовые директора, то вы выбрали очень правильную профессию. Она всегда будет востребована. Короткий пример из жизни. Только что в голову пришел, навеян был исчезновением того самого института. от финансовых директоров. Я университет закончила. Придется вдаваться в некоторые подробности собственной биографии, но там здесь важны просто годы. Закончив университет, Московский университет в 93-м году, естественно, мы все хотели, только нарождался российский капитализм, работать в банках. Все хотели быть банкирами. И вот август 98-го года, у нас пятилетие выпуска отмечается. Я никакого отношения, к сожалению, к банкам не имела, поскольку мне повезло, я начала свой карьерный путь с очень низких должностей в иностранных компаниях. И на тот момент была финансовым директором американского подразделения в России, российского подразделения, американской компании здесь. Ну и, в общем, мы пришли на встречу выпускников. У нас там Инкомбанк и разные другие банки, названия которых сейчас уже никто не вспомнит, просто потому что этих банков уже нет. Ну и было очень так скромненько, мы так постояли в сторонке, пообщались, вспоминали нашу веселую молодость, картошку и так далее, и тому подобное. Ровно через неделю случился дефолт. Российские банки, большинство оказались на грани жизни и смерти, многие выжили только потому, что переродились. И я стала получать просто какие-то бесконечные количество звонков от своих бывших сокурсников. А нет ли у вас финансовой функции, какой-нибудь рядовой позиции, куда бы были бы востребованы банкиры? И, в общем и целом, такое время какое-то продолжалось. По иронии судьбы, в 2008 году я по должности отвечала за один из активов, которым был банк, который в осень 2008 года столкнулся вплотную с кризисом ликвидности, спасали банк, что называется, всем миром, и так далее, и тому подобное. И вот пятница вечер, или ночь с пятницы на понедельник, как это тогда у всех называлось, я получаю приглашение опять на встречу выпускников своего московского университета. Ну, смотрю, думаю, ну, хорошо, в 8 я, конечно, не уеду, в 10. Ну, может быть. Начинаю у собственника отпрашиваться. Ну, отпустите меня, пожалуйста. Я так давно не виделась с сокурсниками. Мы последний раз встречались в 98 году. 20 лет прошло, получается. Да. У меня, значит, даже больше, да. И у меня рядом сидел сотрудник, который очень быстро все в голове посчитал и сказал, так, последний раз вы включались в 98, сейчас в 2008, а можно вас попросить больше не встречаться, чтобы кризисы в нашей стране были пореже. Вот. Это как бы все на тему того, как хорошо быть финансовым директором, какая-то востребованная функция. И я уверена, это одна из тех функций, которая в любом бизнесе дает наилучший инсайт внутрь самих всех бизнес-процессов, внутри любого бизнеса, будь то творческий, будь то FMCG, будь то ресурсный, будь то финансовый. Не переживайте, без работы никто из нас не останется еще очень долгое время. А насчет эффективности, единственное, что могу из собственного опыта, как сказать, урок выученный озвучить, так это тот, что не бывает идеальных систем, всему свое время. И это показывает не только российский опыт, но и опыт всего мира, который говорит, что на определенных этапах развития компании, бизнеса, индустрии требуется одна система мотивации, на других этапах требуется другая мотивация, и другие люди на самом деле оказываются более эффективными в каждый конкретный момент времени. Но что абсолютно точно никогда не сработает против эффективности команды, так это очень четкая и внятная коммуникация, как внутри членов команды, так и в кросс-функциональной во всей компании. Я не знаю, добились ли мы суперпозиционирования. По всякому случаю, у вас есть наверняка какие-то своего рода видения. Мне кажется, здесь нет никаких особых секретов, это по-прежнему коммуникация, коммуникация, коммуникация. Очень помогает упрощенная модель бизнеса компании, описанная младшему составу, что называется, где показано, на каком этапе какой элемент стоимости в конечный продукт, который производит компания, добавляет, и как к этому процессу имеют отношение все кросс-функциональные службы. Тогда перестает существовать вот эта вот обида, мы больше, мы меньше, и мы лучше, мы хуже, а вы на такой системе мотивации, а мы на другой системе мотивации. Это, как правило, снимается, когда представляется общая картина, как работает и функционирует предприятие. Спасибо. Ну, собственно, та история, которую говорит Антон, она не имеет непосредственного отношения к мотивации сотрудников финансовой службы. Это имеет отношение к мотивации всего, и в конечном случае это сказывается на финансовый результат, в том числе. Да, похочется на это надеяться. Но прежде чем я расскажу о том проекте, который мы сделали, я хотел краткий, небольшой экскурс сделать по поводу компании, чтобы было более понятно, почему эта тема, она в принципе, очень актуальна. Дело в том, что у нас компания, в которой работает более двух тысяч врачей, это самая, так сказать, основная группа сотрудников, компания, которая исторически была создана и которая управляется врачами, то есть так называемые производственники, о которых сегодня уже шла речь. Вот это у нас врачи. И на протяжении последних пяти лет компания очень активно развивалась, буквально выросла на моих глазах, на глазах моих коллег, примерно где-то в четыре раза, наверное. И по мере того, как компания развивалась, мы провели очень много изменений. Например, мы внедрили систему бюджетирования, мы придумали всевозможные KPI для этих врачей, для многих из них. Мы придумали различные системы мотивации. И мы столкнулись с тем, что это все происходит достаточно сложно, то есть не всегда это встречает понимание, бывает очень много конфликтов. Ну, собственно, так, как везде, наверное, так, как нормальная история для всех компаний. В прошлом году мы придумали сделать такой проект, который называется «Лидерство в здравоохранении». Этот проект, он, наверное, не уникален в принципе, мы не изобретали велосипед, но он уникален именно для медицины, для здравоохранения. Суть его в том, что мы собрали группу из 24 врачей, все они врачи по образованию и по основному профилю работы, многие из них практикующие врачи, многие из них руководители отделения или руководители медицинских центров, а некоторые из них – это просто молодые врачи, в которых мы видим перспективных руководителей. Это те люди, которые, собственно, уже руководят или будут руководить многочисленными клиниками, которые мы собираемся открыть. Мы собрали этих людей в группу и сделали проект бизнес-образования совместно с нашими партнерами Стокгольмской школы экономики, компанией «Росэксперт». Мы стали их учить по системе… Это в какой-то степени напоминает MBA, только в сокращенном варианте, то есть модульная система образования, приглашенные преподаватели, выездные модули. Мы их учили стратегиям, маркетингу, финансам, рассказывали про корпоративную культуру, рассказывали про операционную эффективность и так далее. Они делали проекты, у них были проекты, были разбиты несколько групп. И, собственно, что мы получили на выходе? На выходе эта программа, она оказалась даже более успешной, чем мы ожидали. То есть мы увидели такую сильную обратную связь от коллектива. У нас коммуникации в компании, как мне кажется, вышли на новый уровень, причем с обеих сторон. Со стороны тех людей, которые участвовали в программе, мы увидели, что они по-другому взглянули на некоторые вещи, с которыми раньше приходилось сталкиваться в деятельности. Они спросили, почему нас не учили этому раньше? То есть на самом деле спросили. Я лично и мои коллеги, мы были поражены тому, насколько врачи, насколько они умеют системно мыслить, системно подходить к решению задач. На самом деле это удивительная профессия. И моя оценка их, как руководителей, существенно выросла. И мне кажется, что главный эффект – это то, что мы сумели, мы ставили перед собой задачу просто их чему-то научить. Но по факту мы сумели поднять их мотивацию к работе в компании на другой уровень. Мне кажется, это самый главный результат, самый главный успех. Работаете ли вы, скажем, со студентами, которые учатся в медицинских учреждениях, как с потенциальными работниками, которые будут у вас дальше работать? То есть завлекаете ли вы, планируете ли вы их завлекать этой программой в дальнейшем? Программа, этот проект – это все лишь один из проектов, которые мы делаем. У нас есть, я бы даже сказал, поставлена на поток система подготовки молодых врачей для наших центров. Мы это делаем на регулярной основе следующим образом. Все наши клиники являются университетскими, мы сотрудничаем со многими ведущими вузами, не только в Москве. Наши врачи преподают в этих вузах. Мы отбираем студентов, приглашаем их на работу к нам, оплачиваем их ординатуру, они у нас работают, завершают образование, и потом они остаются работать в нашей компании в качестве врачей. И у нас поставлена также на поток система привлечения кадров из регионов, потому что у нас компания развивается за пределами Москвы. Мы привлекаем врачей из регионов, они также здесь у нас работают, учатся, а потом мы их отправляем обратно работать в регионах. То есть это у нас, как бы такая вот, это отдельная история. Это то, что касается медицинских кадров. А проект лидерства – это именно подготовка руководителей. Вы знаете, коллеги, я пока ехал, ну, когда меня пригласили, я как-то так серьезно подошел к этому мероприятию, начал там раздумывать, что же я знаю про мотивацию и так далее. А так просто получилось, что у меня сегодня утром по моему рабочему графику был пятичасовой беспрерывный инвестиционный комитет. И я понял, что я не готов рассказывать серьезные истории, поэтому я вам… Расскажите нам не серьезные истории. Да, я вам постараюсь в тему, но все-таки немножко не очень серьезные истории про мотивации, апеллируя к какому-то своему темному прошлому. Соответственно, я в какой-то момент времени работал как СЕФО, а потом как СЕО или генеральный директор такой компании, которая называется СТС-Медиа. Если кто-то смотрит телевизор, то в эфире есть такие каналы, канал СТС, СТС-ЛАВ – это как бы кабельный канал, там, ДТВ, канал Чея и канал домашний. Ну и там еще несколько производственных компаний. Вот телевидение, оно вообще такое достаточно удивительное животное, оно обаятельное, странное, завлекательное, сложное и непонятное, особенно человеку с какими-то профессиональными такими технократическими подходами к жизни, к которым, в общем-то, наверное, большинство СЕФО все-таки относится. Так вот, значит, байка, которая случилась со мной в СТС и к теме мотивации, она выглядела примерно следующим образом в телевидении. На самом деле, ну, много всего важного, как и в любом бизнесе, ну, есть такая самая критичная история, которая называется эфир, да, то есть вот то, что идет в эфире, это то, как, собственно, оценивается каждый день труд большого количества людей, которые что-то вложили в тот контент, тот продукт, который вы видите. Есть сериалы, есть художественные фильмы, ну, в общем, это всем все понятно. А, соответственно, вот в сериальном бизнесе есть команда людей, как правило, ей руководит либо исполнительный продюсер, либо креативный продюсер. Основной задачей которой является сделать продукт, хороший продукт, они на это надеются, а практически все они считают, что каждый следующий продукт, который они снимают, это либо премия Эмми, либо Оскар, либо там Канский Лев и так далее. То есть, ну, вот они правда про это так думают, и это может быть неплохо. С этим просто иногда тяжело работать, потому что фактически получается, что ты, если в качестве СФО, то ты можешь стоять как бы на пороге между людьми и следующим Оскаром и всегда чувствуешь себя неудобно. Ну, соответственно, есть тема эфира. Материал сдается под эфир, и если он за какое-то время до эфира не сдан, то это провал. Ну, то есть, вот у вас есть программка на руках, вот телевизор включили, а там, опа, значит, и мультик вместо кино. Значит, это значит, что команда провалилась. Вот у меня был такой случай, соответственно, не успевала команда произвести, издать под эфир один сериал. Я вызываю к себе, ну, там уже понятно, что все плохо, я вызываю к себе исполнительного продюсера, человека, который за это отвечает. И такое со мной там в профессиональной моей карьере случалось там вот прям считанное количество раз, но я начинаю на человека орать, ну, просто орать в голос, потому что это реально большой провал. Там потрачены деньги на рекламу, там все такое прочее, продукта нет. Он сидит, это утро, ну, 12 часов дня, он сидит, молча, как бы виновата, значит, слышит мою истерику, я отистерил какое-то время, значит, дальше такая пауза, соответственно, шекспировская. Вот. И я его спрашиваю, что бы он делал, он смотрит на меня, говорит, знаешь, я домой пойду. Вот. Ну, в этот момент у меня там к истерике отваливается челюсть, происходят какие-то еще другие действия. Вот. И он мне объясняет, почему, собственно, такая фраза родилась. Он говорит, понимаешь, вот ты менеджер, да, вот твоя задача как бы управлять. Тебе неважно, в каком настроении ты пришел на работу, там, нога у тебя болит, голова у тебя болит, да, там, не знаю, еще какие-то проблемы, да, у тебя вот менеджер ты. Ты так управляешь. А я креативный продюсер. Я могу работать только в хорошем настроении. Меня мотивирует только хорошее настроение. Ты мне его сейчас испортил. Я пошел домой. Вот. Это как бы реальный случай, как бы реальная байка из телевидения. Ну, переводя это все-таки немножко, сори, я не мог не вспомнить, мне как-то надо было чуть-чуть переключиться. Переходя как бы на тему все-таки, которой посвящена наша сегодняшняя сессия, я думаю, резюме, в общем, ну, достаточно простое. Мы все разные. И нас всех мотивируют очень разные вещи. Вот есть, например, группа людей, которые могут работать в хорошем настроении. И в другом настроении они не работают. Это их не мотивирует, да. А есть группа людей, которые там работают, не знаю, вот только из-за того, что они хотят много заработать. Это их, вот, правда, вштыривает. Ну, там уже умершая категория инвестиционных банкиров, это самые циничные, как бы злые, там и так далее, и тому подобное категории людей, они, правда, работают только за деньги. Их больше ничего не мотивирует. Им не надо рассказывать о развитии, как бы, мира во всем мире, экологии, еще что-то такое. Им надо показать, как бы, большую сумму денег. Вот, поэтому с точки зрения мотивации, ну, конечно же, надо каким-то образом попытаться все-таки подобрать вот этот вот правильный стимул, ну, по моему опыту, кого, на что можно сориентировать. Это, наверное, из практических и достаточно очевидных вещей одно наблюдение. А другое наблюдение, чем больше становится ваша компания, тем ужаснее становится у вас система мотивации. Вот, и вы должны это понимать. Как бы, история, когда в компании работают десятки тысяч человек, которые замотивированы на, значит, как мы все это знаем, корпоративной КПЭ, которая озвучена как выручка всего холдинга, она, в принципе, бессмысленна, абсолютно. Потому что попытаться объяснить десяти тысячам людям, что каждый день, приходя на работу, они как-то влияют на этот показатель, очень тяжело. Поэтому, опять-таки, ну, там, вот это как-то мое отношение к этому личное. Чем больше становится компания, тем проще должна становиться система мотивации, тем ближе к конкретным группам людей она должна как-то относиться лично. Есть какие-то умные люди, это может быть СИФО, это может быть стратег, это генеральный директор, это какая-то группа людей, которые где-то там высоко понимают, как они связывают эти между собой индивидуальные кусочки, чтобы все не работали как бы в разные стороны. Но точно не надо пытаться назвать одним показателем, что вот мы все работаем на эту цель. Такого там, ну, на мой взгляд, абсолютно не бывает. Вот, ну, может, кто-то из коллег вспомнит, и все наверняка слышали, есть модное очень слово agile, да? Вот, это, наверное, вот в ту категорию сейчас куда-то все это летит. Ну, и под конец, чтобы там как-то все-таки с байки начал, байки закончу, недавно был совсем в Москве, гостил Насим Талеб, ну, там многие знают или кто-то даже читал там разные его книжки. У него было две лекции, вот, я на одной из них частично побывал полностью, к сожалению, не смог. Вот, он высказал такие идеи, как бы, ну, понятно, что он публицист, и он где-то провоцирует аудиторию, где-то он высказывает, что он думает на самом деле. Вот, но он, он как бы высказал несколько любопытных вещей, в том числе они касаются мотивации, про которые, наверное, надо задуматься. Первая мысль, которую он высказал, чем больше становится организация, тем быстрее она умирает, в том числе потому, что она не в состоянии правильно определить мотивацию для своих сотрудников, вот. И еще одно утверждение он высказал, с которым я продолжаю бороться во сне до сих пор, значит, он сказал, что он не верит в топ-менеджеров, он сказал, что он верит только во владельцев бизнеса. То есть, он верит, что только те организации успешны, где у какого-то количества людей, критического, есть чувство сопричастности к разделению доходов и расходов, но не на виртуальном уровне КП, а на реальном, который они могут почувствовать так или иначе. Что, ну, тоже понятно, можно перевести в категорию мотивации персонала. Вот, я как бы там могу в какую-то сторону продолжить, если будут вопросы или ответы, но вот историю с байками я, наверное, пока закончу. Спасибо. Был вопрос про мотивацию, была логика с мотивацией. Я хотела спросить по поводу вот Каннских львов, да, у меня, я до этого, у меня опыт в Бигфо, да, сейчас в Сбербанке, но так или иначе у меня меняются команды и очень много аналитиков колени Y или миллениум, да, как их называют. Причем вот я про будущие профессии оставим, аналитики, они как бы нужны будут всегда. Вот их мотивирует, там есть групповая характеристика, только содержание задачи, то есть все, что им не нравится, они реально, я пойду домой, да, и то есть вот, и это действительно так, то есть люди уходят, остаются без работы и так далее, их это совершенно, деньги их вообще не мотивирует, их интересует только содержательная задача, да, и уже какие только из крам-доски рисуем, и что только, как только, в какие игры только не играем, да, но вот дать на даже не очень большие команды постоянно содержательных задач, это такой вот, ну, челлендж, да, какие-то вот байки или случаи или инструменты у вас были, вот что было потом с Каннскими львами, да, ну, то есть это очень такой креативный, креативная молодежь, которая действительно, она вот ей каждый день нужно питаться именно такими очень-очень содержательными задачами. Смотрите, если история, как бы, креативная, как бы, во-первых, креативная команда всегда может быть только небольшая, да, глупо предполагать, что группа из 20 людей с разным набором опытов, будь каждый из них, хоть там Скорцезе или, я не знаю, кем угодно, в состоянии родить что-нибудь прекрасное, они просто, извините, сейчас, как правильно сказать, переругаются вот между собой, потому что, значит, пышащий из всех творческий потенциал захлестнёт друг друга и коллектив не родится. Вот, поэтому, конечно, надо в этом плане пытаться подбирать каких-то людей, которые, во-первых, их немного, во-вторых, они как-то эмоционально должны друг с другом всё-таки совпадать, то есть там могут быть разные категории, они же всегда все люди разные, да, кто-то любит там выступить, кто-то любит послушать, кто-то любит там подождать и в конце дать какой-то саммари, да, то есть, конечно, вот если вы создаёте команду, ну вот в таком примере, то мне кажется, я бы как-то, там, не знаю, беседой с тестированием, тестирование, правда, ненавижу, но неважно, в общем, я в какой-то форме бы попытался подобрать людей по качествам, которые бы изначально не шли друг к другу в перпендикуляр, нельзя подобрать команду из 20 лидеров. креативные, только хотят по настроению работать и с гаджетами играть, просто там, например, я не люблю работать, но я работаю 80 часов каждый день в последние 10 лет, у меня опуска не было и не будет ближайшие 10 лет по моему плану. Вот, если вы узнаете, как на Западе студенты выпускаются с долгами, уже долги, тысячу фунтов или евро, или долларов. Вот, если у молодых русских людей, у них есть долги, ипотеки, автокредиты, это уже мотивация, чтобы работать. Ниужели это их не мотивируют в России, что человек у нас настроение плохое, он пошел домой. Он что, уникум? Низаменимый? Надо чуть-чуть по-другому это, там, либо родители финансируют все образование, он выходит, учился, и голе. Он ничего не должен никому. Это неправильно. У меня ипотека вот так стоит. Автокредит стоит. Еще мои племянники надо помогать. Я не могу ни работать. Это правда, по моему ощущению, я тоже не очень люблю, как бы, использовать этот аргумент, потому что он такой, фактически, сложно с ним спорить, но и доказать его еще сложнее. Но есть поколенческая история, да, я вот, например, вижу, что народ, который там только приходит на работу, они, например, не стремятся там сразу стать обладателем какой-то квартиры, да, там, или вот в вашем примере, то есть получить какие-то долги и потом эти долги, собственно, обслуживать. Им, например, их личностная свобода и какие-то интересы, лежащие за пределами трудового дня, они их ценят просто больше. Я начинал свою профессиональную карьеру в компании Ernst & Young. Вот. Мой трудовой день, первые лет пять, в принципе, стабильно составлял часов пятнадцать. Когда у меня появились первые выходные, я по-честному не понимал, что с этим делать. Они лет через пять появились, да. Вот. У меня нет ни одного такого сотрудника, которому бы сейчас было года, там, двадцать два или двадцать пять, который, они умные, ответственные, там, интересные, да, там, мне с ними прикольно, я там что-то с ними придумываю, с кем и с кем придумываю. Но если я кому-то из них скажу, слушай, родной, вот следующий год ты работаешь, значит, ради, там, не знаю, десяти миллионов долларов, двадцать четыре часа в сутки без выходных и ты, там, не ходишь на свои танцы, спорт, не встречаешься с девушкой, с мальчиком или еще с кем-то, да, а иногда так посмотрят, я думаю, в девяносто процентов случаев просто скажут, знаешь, что, родной, давай дальше сам. Вот. То есть это тоже нормально, да, ну, то есть мы как-то меняемся, мы эволюционируем. Их вштыривает, например, идея, вот как вот в вопросе, который был, может быть, за идею они бы и поработали, а за десять миллионов они не поработают, вот, а кто-то за настроение работает. Я не думаю, что это обязательно какой-то там негатив или это какая-то страновая история, вот, в Англии там или в Штатах работают по-другому, чем в России. Это, ну, опять, я не знаю, коллеги там могут, конечно, высказаться по-другому, но я вот прямо честно считаю, что это история поколенческая, настроенческая, отношенческая и индустриальная, какая хотите, ничего страшного или уникального в этом нет. Поколение Миллениалс услышал как раз своих иностранных партнеров, которые примерно в середине двухтысячных стали говорить, что мы не понимаем вообще, как их мотивировать, вот. И у меня есть личное объяснение, что, в общем, там состоятельных людей-то побольше, чем у нас, и это, конечно, определенного рода, скажем так, не от происхождения благородства, а от происхождения с точки зрения состоятельности родителей. То есть, и, например, изучая тему там family office, сейчас мы видим, что некоторые, так сказать, состоятельные семьи своим детям, ну, я на самый радикальный случай слышал, что они деньги передают по наследству только по достижению 50 лет. Можете себе представить, да. До этого они не имеют возможности. Либо ты должен приходить на инвестиционный комитет семьи и предлагать свой бизнес-план. Если тебе его одобряют, пожалуйста, иди играй дальше, так сказать, вот. Но только по рыночным условиям. Если нет, то ты, так сказать, проигрываешь. Я думаю, что, ну, это моя точка зрения, я прошу высказаться у уважаемых панелистов, что у вас, вот вы что считаете? Я считаю, что эта тема очень злободневна. Она, кстати, перекликается с предыдущим вопросом. Нет никаких идей. Я что-то как-то себя уже неудобно чувствую. Но по поводу фамилии офиса я могу сказать, у меня просто есть как бы определенное количество там, ну, знакомых, я так скажу, людей, которые заработали достаточно большое состояние. И вот я честно скажу, что они все, все своих детей держат от этого состояния так далеко, как только могут те, у кого есть голова на плечах, да. Потому что самое последнее вообще в мире преступление по отношению к своим детям, которое можно сделать, это сделать для них как бы все блага доступны. У меня там две дочки, да. Я знаю, что там, я там готов баловать их как угодно. Ну, я думаю, все про своих детей скажут то же самое, да. Но если вы хотите, чтобы у вас выросли дети, которые сами себя что-то представляют, то, ну, не дай бог им дать денег так, как они их попросят, и не заставить их почувствовать, что это значит как бы вырасти самим. Вот, поэтому про поколенческую у меня как-то сомнения. Спасибо, пожалуйста. Ну, я пришла в компанию, как я сказала, два с половиной года назад. На сегодняшний момент у меня уже сформировалась команда. В команду входят как сотрудники, которые уже работали в компании до моего прихода, часть людей, которые пришли вместе со мной или там чуть позже с предыдущих проектов, и нескольких людей мы нашли на рынке. Безусловно, в качестве критериев, если это сотрудники достаточно высокого уровня, то на первом месте, конечно, вопрос компетенции. Если это сотрудники более среднего уровня, то достаточно мотивированные, инициативные, главное обучаемые люди, они хорошо вписываются, ну, по крайней мере, в мою команду. Если говорить о финансовой мотивации, то вот жизненный опыт и профессиональный опыт подсказывает, что достаточно длительный и настойчивый поиск позволяет найти качественных сотрудников даже с ограниченным бюджетом. И то, что я стараюсь делать дальше, это, ну, соблюдать некую справедливость в вознаграждении как минимум своей финансовой команды, ну и по мере возможностей между сотрудниками внутри всей организации. Если говорить о нефинансовой мотивации, то, наверное, ну, в первую очередь для меня это вещи, которые вовлекают сотрудников. Я также вот придерживаюсь мнения, что прозрачность, информационная открытость очень способствует и выстраиванию хороших командных отношений, и дополнительно мотивирует сотрудников. Со своими ключевыми членами команды я стараюсь максимально делиться той информацией, которая у меня есть, и теми знаниями, которые есть, и я считаю, что это, помимо прочего, способствует также качеству решений, которые принимаются именно самостоятельно. Во все дискуссии по ключевым финансовым вопросам я стараюсь первую линейку привлекать, и мы очень часто принимаем решения коллегиально, и если это не так, то, по крайней мере, людям понятна и озвучена логика принятия этих решений. То, что кроме этого я стараюсь делать какие-то чувствительные и важные проекты и задачи, ну, как, например, формирование прогноза денежных средств, я стараюсь в эту задачу вовлечь несколько подразделений, чтобы и, возможно, даже здесь возникает какое-то дублирование, но, с другой стороны, это повышает контролируемость, это дает людям возможность научиться друг от друга, и это дает людям возможность проникнуть как бы в несколько смежную область. Кроме этого я очень приветствую, когда мои подчиненные общаются напрямую своим непосредственным руководителем с другими директорами и, соответственно, я сама достаточно активно общаюсь, ну, как минимум, со второй линейкой, а иногда и с рядовыми сотрудниками. Я считаю, что это повышает значимость и вовлеченность всей финансовой службы и проникновение внутри организации, улучшает диалог, ну, а также это позволяет сотрудникам выйти на некий новый уровень для них. Ну, и так, в заключение скажу, что я, ну, наверное, мне очень приятно осознавать, что четверо из моих прямых подчиненных по прошлому проекту на сегодняшний день являются финансовыми директорами, ну, по крайней мере, значимых компаний на российском рынке. Сколько вы думаете из текущих подчиненных будут? Ну, у меня здесь команда меньше, то есть я точно вижу вот одного, который уже готов, я вижу человека, который, ну, как бы, наверное, уже обладает всеми необходимыми качествами, может быть не всеми науками, но всеми качествами, но она настолько замотивирована, что не факт, что сейчас захочет двигаться. А вы считаете, должен быть KPI у руководителя, вне зависимости финансового директора или нет, с точки зрения, какое количество будущих руководителей он подготовил? Я думаю, что его очень, ну, то есть это какой-то такой KPI, который, наверное, очень долгосрочный, который, наверное, может принести моральное удовлетворение, но его сложно оцифровать и вознаградить. Маленькую хитрость расскажу. Все или почти все, кто здесь сейчас в зале руководители, то поднимите, пожалуйста, руку, кто не удовлетворен тем, какой он руководитель и хочет быть лучше и что-то делает для этого. Спасибо.